Установка трёхуровневых фильтров – единственный способ самостоятельно очистить воду в квартирах Кузнечана. Она уже не один год имеет металлический вкус, оранжевый цвет. Пахло и желтизной отдавало. Пришлось поставить. Как раньше, может, вода будет. Раньше, я помню, в год молодости моей, мы в колонки брали воду. Жили, ну, частный сектор. Воду принесёшь с колонки, она неделю стоит, и ни одной звездочки не было. Чистая, хорошая, как родниковая вода. А после такого не было никогда. Работы по улучшению качества воды в Кузнецке начались ещё в 2018 году. Тогда была построена автоматизированный блок-модульной станции обезжелезивания. С её запуском решили проблему больше половины местных жителей. Под городом промышленных запасов воды хороших нет, только с повышенным содержанием железа. Эта проблема вскрылась ещё, когда город рос, и начали строиться промышленного объёма водозаборы. В этом году в Кузнецке вопрос с обеспечением качественной питьевой водой из централизованной системы решён полностью. Это стало возможным благодаря запуску второй станции осветления и обезжелезивания. В течение 10 дней сооружение пройдёт техническую проверку и начнёт работу в полную мощность – до 10 тысяч кубометров в сутки. Строительство объекта осуществлялось в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Проблема и модернизации инфраструктуры, и проблема чистой воды сегодня является одним из национальных проектов. Это, собственно говоря, президентская программа. На ближайшее время будет выделено аж 150 миллиардов рублей именно на эти цели и задачи. Но дело не только в том, чтобы деньги были выделены эффективно, потрачены, но и, конечно, качество работы подобного рода учреждений, без которых мы не можем обойтись. Местный же водоканал за проведённую работу удостоен знака отличия образцового предприятия ЖКХ. Это первая награда подобного рода в Пензенской области, да и во всей стране таких отличившихся организаций всего порядка 20. Директору муниципального унитарного предприятия города Кузнецкий водоканал Валерию Анатольевичу Горину. Ещё одной наградой в этот день были удостойны жители 168-го строения на улице Кирова в Кузнецке. Их многоэтажка признана образцовым содержанием. Это 109-й дом в стране, получивший такой знак отличия. Когда совмещается активность людей с грантовой поддержкой муниципальных образований и теми средствами, которые государство даёт для того, чтобы обустраивать территорию, тогда, я думаю, нас всех ожидает успех. Почётные гости после осмотра тоже дали высокую оценку благоустройства, прилегающие к этому дому территории и бережному отношению жителей к общему имуществу.